Всем привет и добро пожаловать на канал Плана Б. Сегодняшний день особый, потому что у нас совершенно новый график. И, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, так как это мне помогает с просмотрами. Итак, первая группа графиков, и это новые графики, о стадиях рынка биткоина. Это мои самые любимые графики после графиков Stock to Flow, потому что они очень просты, а также интуитивны и полезны, так как основаны на одной переменной. Это переменная on-chain, и основана она на очень простом правиле «если то». Она не является предсказанием или оценкой как модель Stock to Flow, а является механизмом определения и распознавания. Она обнаруживает стадии или фазы рынков, как хотите, который может быть достаточно волатилен на любых стадиях. Так что это будет просто распознаванием. Итак, рынок движется циклически. Всегда. Бычьи рынки, медвежьи рынки. Это как весна, осень, лето и зима. И все это сильно связано с психологией. Может быть фомо, может быть жадность, может быть страх и капитуляция. Так что важно понимать, на какой стадии вы находитесь. Так как ваши эмоции, психология может говорить вам другое, ощущаться может другое. Особенно это справедливо, когда, например, заканчиваются бычьи рынки. Когда завершается зеленое и начинается желтое. А ваш настрой по-прежнему сохраняет фому. Но рынок говорит вам кое-что другое. Так что очень хорошо иметь некоторые объективные измерения. Кстати, также это справедливо и для моментов, когда медвежий рынок разворачивается и становится бычьим. Становится синим, где мы сейчас и находимся. Так как вы по-прежнему все еще думаете, что «Ах, мы пойдем еще ниже». У вас по-прежнему медвежий настрой. Но базовые показатели рынка говорят вам кое-что другое. Итак, стадии, состоящие из четырех стадий. И первая – это ранний бычий рынок. Вторая стадия – это поздний бычий рынок. Третья стадия – это ранний медвежий рынок. И четвертая стадия, последняя – это поздний медвежий рынок. Сейчас мы начинаем новый цикл. То есть сейчас мы находимся на ранней стадии бычьего рынка, на мой взгляд. Но, друзья, это новый график. И я даже сомневался, могу ли я им с вами поделиться. Так как это мой любимый, как я уже сказал, и я его использую очень часто. Так что расскажите, что вы думаете об этом. И, возможно, в следующий раз мы с вами сделаем еще одно видео о этом. Далее. Это классический график сток-то-флоу. Он измеряет дефицитность, и это, конечно же, связано все с 21 миллионом. Ограничение объема биткоинов 21 миллион, которых больше не будет. И это количество, например, гораздо меньше, чем количество миллионеров во всем мире. А также, конечно, это все связано с халвингом. Халвингов было уже три. Первый в 2012, в 2016 и в 2020. Каждые четыре года. А в 2024 будет четвертый халвинг. И вся суть модели сток-то-флоу заключается в халвингах. И увеличение дефицитности, которое они несут для биткоина. А также об ожидаемой стоимости рынка, рост которой можно ожидать с учетом этих халвингов. Все, что происходит между халвингами, довольно скучно. Так как значительно сток-то-флоу не меняется. Ну, совсем немного. Так как не точно один блок создается каждые 10 минут. Иногда это может быть даже целым часом. Так что небольшие отклонения и колебания могут быть. Так что все это в целом скучно. А в основном, основное влияние от халвингов. Кстати, здесь был тоже халвинг. И хоть он не был официальным, но перед первым официальным халвингом 2012-го был и еще один халвинг. Так как вот здесь, в 2012-м, отношение сток-то-флоу удвоилось с 4 до 8. А здесь оно удвоилось с 2 до 4. А перед этим, конечно же, удвоилось с 1 до 2. Так что здесь был неофициальный халвинг перед тем, как произошел первый официальный в 2012-м году. Но ладно. Изначально эта модель была представлена в 2019-м. Вот с этой формулой. Где вы просто вносили коэффициент сток-то-флоу и получали стоимость биткоина. Не цену биткоина, не рыночную стоимость. Вы также можете получить стоимость рыночную, и я опубликовал обе версии. Рыночную стоимость и вот эту формулу. В своей исходной статье. И у нас образовалась целая дискуссия по поводу эконометрики. И на самом деле речь шла об автокорреляции или последовательной корреляции, как ее еще называют. И вот эти точки означают ошибку. Если цена биткоина находится выше стоимости по считанной моделью, то значение больше единицы. Если в точности, если цена биткоина в точности совпадает со значением модели, то единица. А если ниже, то есть цена биткоина ниже значения модели, как, например, сейчас, то значение ошибки ниже единицы, как, например, одна треть или 15%. Вот значение модели. Вот как это устроено. И что вы здесь можете увидеть в этой автокорреляции, то как только цена биткоина находится выше значения, полученная моделью, как здесь, то шансы того, что в следующем месяце цена будет также выше, будут очень большими. Так что присутствует корреляция по времени между значениями ошибки. И аналогично, если цена ниже значения модели, то в следующий месяц или следующие месяцы вероятно, значение также будет ниже. И, конечно же, это все связано с тем, что речь идет здесь исключительно о халвинге. И у нас было только три халвинга. Когда я делал эту модель вот здесь, было только два халвинга. Так что да. Все это действительно связано только с этим. Так что, когда я изначально предложил эту модель, она была основана на годовых данных, а не месячных. И эта годовая модель получила немного другие данные, в 100К. Вот откуда эта модель в 100К появилась. Оригинальная модель. А эта модель на 55К. И чтобы сделать это еще более значимым, в то время я предложил использовать модель сток-то-флоу перекрестных активов, которая бы использовала не только исторические данные цены и халвинга биткоина, а также других активов, например, золото и серебра. Если мы посмотрим только на золото и серебро, и оценим модель сток-то-флоу дефицитности этих активов, применив это для биткоина, стоимости, рыночной стоимости биткоина, основываясь только на золоте и серебре, то мы получим стоимость где-то в районе 288К. Такая была расчетная стоимость на то время. И это может быть немного запутанным, получая три различные цифры. 55К в оригинальной модели, 100К в модели, основанной на годовых данных, и 288К от модели сток-то-флоу перекрестных активов, основываясь на золоте и серебре. Зато вы теперь знаете, откуда они взялись, и почему это было сделано. И, кстати, я до сих пор считаю, что модель сток-то-флоу перекрестных активов, основанная на золоте и серебре, фундаментально, является самой ценной моделью. И, конечно же, на тот момент оригинальная модель сток-то-флоу, основанная на месячных данных, получившая прогноз в 55К для цены биткоина, является наиболее точной. В любом случае, ключевое здесь в том, что дефицитность будет удваиваться каждый халвинг. Повлияет ли это на цену? Я думаю, что ответ – да. И другое ключевое здесь в том, что если дефицитность биткоина будет в два раза выше, чем дефицитность золота, что и будет, то будет ли капитализация рынка биткоина больше, чем золота? Я думаю, что ответ – также да. И, кстати, капитализация рынка золота – 10 триллионов, что в 20 раз больше капитализации рынка биткоина на текущий момент. В любом случае, сейчас мы наблюдаем за тем, как цена биткоина возвращается к цене модели сток-то-флоу. И, кстати, заметьте, что каждый раз перед халвингом, то есть перед тем, когда это все становится синим, а после халвинга, конечно, свет переходит на красный, но когда он становится синим, цена находится рядом с значением полученного моделью, а ошибка равна единице. Вот здесь, синий, прямо перед халвингом 2016-го, ошибка равна единице. И то же самое было перед халвингом 2020-го. Синий цвет. Так что, если это же произойдет и в будущем, при халвинге 2024-го, то возможно, что у нас также будет, конечно же, синий цвет. Это определенно. Но может быть и такое, что цена биткоина будет близка к значению модели сток-то-флоу, которая сейчас находится около 60к. Возможно, я увеличу свой прогноз, который я делал ранее в этом году, 12 января. Я предсказывал, что халвинг будет происходить на цене выше, чем 32к. Но обратите внимание, что 60к – это выше, чем 32к. Но посмотрим. В будущие месяцы придется ли мне поднять этот прогноз ближе в сторону 60к. Ладно. Давайте посмотрим на следующий график. И, пожалуйста, подписывайтесь на канал, потому что мне это помогает попадать в алгоритмы поисковика. Мой рейтинг будет подниматься выше в алгоритме. А это мне поможет с подписчиками. Так что, пожалуйста, подписывайтесь. Итак, следующий график – это сила биткоина, RSI. Это классический график технического анализа, но я очень люблю этот график. Это индекс в диапазоне от 0 до 100. Он очень хорошо и очень понятно показывает, что биткоин снова набирает силу. И этот RSI-индекс, который колеблется от 0 до 100, когда он находится выше 50, означает наличие аптренда, когда ниже 50 – даунтренда. И, начиная с этого месяца, мы находимся в аптренде. И с этим трендом нужно быть осторожным, потому что тренд – это импульс, который плавно не останавливается. Импульс – это сила, которая как психология, как новости, или макроэкономическая сила, момент – это то, что длится. И это то, что мы видим на исторических данных. Биткоин входит в зону RSI 50+. Здесь. И это продолжается. Тренд продолжается. И начинается следующий бычий рынок. И вот почему я размещаю здесь этот график. И еще один, последний график. В этом видео мне очень нравится. Это реализованная себестоимость. И как вы знаете, этот показатель является ончейн-индикатором. Мне он очень нравится, так как здесь реально нет никакой модели. Это чистые данные. И некоторые люди неправильно понимают этот график, думая, что это модель сток-то-флоу, так как здесь имеются определенные шаги. В этой модели. Но это не так. Это чистые данные. И полученные эти данные из ончейн-данных. Итак, больше. Это похоже на скользящие средние. Мы можем определить здесь себестоимость всех биткоинов, которые когда-либо были куплены. Мы берем цену на момент последней покупки. И для информации это черная линия. И, кстати, мы можем использовать более короткое временное окно, вместо того, чтобы использовать данные за всю историю. Например, только биткоины за последние два года. И посмотреть, когда они были куплены. По какой цене. А затем мы взвешиваем эту среднюю цену, получая темную синюю линию. Конечно, вы можете сделать еще более короткое временное окно. Например, пять месяцев. И аналогично посмотреть среднюю себестоимость, взвешивая на среднее значение только за эти месяцы. И это светло-синяя линия. Что ж, здесь мы видим, что на этом графике цена биткоинов на дне медвежьего рынка находится ниже всех реализованных цен. Аналогично и здесь, в 2015 году, в 2018-2019, в 2022, красной точке, реализована цена биткоина ниже всех этих реализованных цен. Далее, как начинается новый бычий рынок, цена биткоина начинает расти выше сначала реализованной цены, затем цены краткосрочных держателей, реализованной цены за пять месяцев, а в конце, также и выше реализованной цены за два года. Это очень хорошо видно здесь. Она остается выше темно-синей линии. Аналогично и здесь, в 2016, а также здесь, в 2012. И это момент, которого мы с вами ждем. Этот расчет был сделан для уровня в 32 тысячи. Синяя линия, двухлетняя реализованная цена. Но она сократилась до уровня 29,5к к текущему моменту. И мы сейчас очень близки к этому значению. Это очень важный момент. И будет очень интересным, если реализованная двухлетняя цена снова начнет подниматься. Вот эти точки. Вот здесь. Так что сначала биткоин поднимется выше, чем двухлетняя реализованная цена, а затем сама реализованная двухлетняя цена начнет также расти. И она может подняться, что ж, может быть выше, чем значение модели сток-то-флоу, которая сейчас равна 66к. Посмотрим. Всем спасибо за просмотр. Пожалуйста, подпишитесь, и вы ничего не пропустите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...